Мебель для переделки Мебель для дома мне попался вот такой советский раздвижной обеденный стол. Обильно залитый лаком, в трещинах сколах, но, как вы уже поняли, потенциал для переделки у него есть. Кстати, стоил он всего 200 рублей, но продавец при встрече отдал мне его бесплатно. Сказал, что объявление висит уже очень давно и он только место занимает. В общем, сегодня будем искать этому красавцу новое место. Часть стола пришлось разобрать при покупке, так как он не влезал в машину. И хоть он весь собран на шурупы под плоскую биту, особых проблем при разборе не возникло. А из всех замеченных дефектов в столе была только треснувшая направляющая для столешницы, которая была незамедлительно склеена. А также не все парашки смогли открутиться от болтов, но их я в любом случае хотел заменить. Как вы можете заметить, все четыре ножки абсолютно разные, так что нужно их привести к одному размеру и форме. И для начала я прогоняю две внешние стороны на фуганке. В процессе выяснилось, что две ножки сделаны из сосны, а две остальные из другого материала. В принципе, не беда, так как все ножки я буду покрывать шпоном. Ножки будут стоять под небольшим углом, и этот угол мы зададим на рейсмусе с помощью простого кондуктора из ЛДСП. Первым прогоном мы переведем все ножки к единому размеру, ну и вдобавок снимем старый лак. Вторым прогоном мы снимаем у основания ножки тот самый небольшой угол в 5 градусов, который и даст нужный нам наклон. Эти процедуры нужно сделать с обеих внутренних сторон ножки. Ну и чтобы ножка получилась уж совсем стилевой, на ее внешнем углу я снимаю фаску полукруглой фрезой. Фаску чуть меньшего радиуса я делаю на всех остальных элементах подстолья. Переходим к столешнице. Можно было оставить ее как есть и покрасить, но то, что левая и правая часть столешницы не одинаковы, мне не давало покоя. Так что я на ЧПУ вырезал из этих же частей две одинаковые и немного закруглил углы. Среднюю прямоугольную часть я тоже вырезал под новый размер. Продолжение следует... Со всех трех частей по периметру столешницы я снял фаску под 45 градусов. И можно было переходить по краске. Я использовал двухкомпонентную эпоксидную краску Реофлекс от Тикурила. Наносил краску в два слоя, так что замешивал не всю банку, а отдельными частями. Для правильной пропорции 4 к 1 необходимо использовать весы. Также указано, что наносить краску можно как валиком с ворсом, так и краскопультом, но у меня, к сожалению, не было эпоксидного растворителя, чтобы промыть пистолет. Так что остановился на валике. Возвращаемся обратно к подстольку. И приступаем к оклеиванию его дубовым шпоном. Клей все так же на столярный ПВА. В этот раз это клей момент D3. Наношу его на обе стороны, жду 5-7 минут и для наилучшей адгезии прохожусь утюгом. По всплывашке в правом верхнем углу можно посмотреть мой отдельный ролик, как я клею шпон. Кстати, утюг лучше использовать с функцией отпарывания, так как во время высыхания клея на шпоне его начинает выворачивать. И пар отлично помогает вернуть ему прежнюю форму. Продолжение следует... У всех проножек торцы запилены под небольшим углом. Нам это не нужно, так что на каретке выравниваем их до прямого. Все элементы я зашлифовал 320 наждачкой. Продул от пыли и перешел к покрытию мебельным лаком от фирмы Dufo в два слоя. Столешницы тоже покрыл этим же лаком, но здесь, наверное, зря, потому что еле заметная глазу желтизна у лака присутствует, хоть он и бесцветный. Так как мы наклонили ножку, нужно вернуть ей перпендикулярность по отношению к столешнице. В проножках нужно сделать новый паз под металлические уголки, потому как старый мы заклеили шпоном, да и он уже не подходил по размеру. Кстати, забыл сказать, что металлические уголки я также покрыл эпоксидной белой краской. Предварительно, конечно, сняв всю старую краску и ржавчину с помощью металлической щетки. И очень неплохо помогает насадка от Детера. Ну и похоже, что можно переходить к сборке. Как я уже сказал, болты для ножек я заменил на новые. А на этом моменте можете написать в комментариях, если заметили ошибку при сборке. С помощью копировальных втулок с острым наконечником я проделал отверстия для пластиковых шкантов, которыми стыкуются все три столешницы. Среднюю прямоугольную часть мы будем использовать очень редко, и у нее есть специальное место в столе. Она лежит на вот таких двух рейках. Устанавливаю их в имеющиеся пазы на клей, и похоже, что все готово. Кстати, YouTube попросил сказать, что теперь мой канал можно спонсировать. Сказал. Ну а на этом все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok